Гостиница «Жемчужина» – это настоящее южное гостеприимство. Клиентам компании «Стройгарант Анапа» мы предоставляем бесплатное размещение на 5 дней. К вашим услугам – комфортабельные 2-, 3-х и 4-х местные номера, кафе с домашней кухней. Полное сопровождение во время заключения договора. Поможем найти автомобиль для самостоятельного передвижения по прекрасному краю. К нам приезжает как гости, а уезжает как друзья. В эфире «Стройгарант Анапа». Здравствуйте! И сегодня у нас прекрасный повод поздравить людей с приобретением дома. Это дом площадью 86 квадратных метров. И зайти в гости, чтобы поздравить, мы решили за стороной террасы, чтобы сразу попасть в кухню-гостиную. Дом достаточно крутой, классный, интересный. Татьяна, Михаил, нас уже ждут или не ждут? Сейчас мы это узнаем. Здрасте! Здравствуйте! А вот и мы! Татьяна, Михаил, поздравляем вас от лица всей компании. Вам праздничное настроение. Наши шарики обязательно актуальны. Смотрите, календарь 2023 года, чтобы знали, какой день, потому что в таком вот уютном климате можно забыть вообще в отдыхе. Смотрите, у нас от наших партнеров обязательно надо этим воспользоваться. Есть сертификаты на бесплатное посещение, спа, хамам, баня, сауна. И если вдруг надо сдать какие-то анализы медицинские, 10% скидки. Так, это вам. Обязательно воспользуйтесь. Ну и смотрите, это я очень люблю. Сладкий подарок. Фирменные шоколадки в компании «Стройгарантанапа» и практичный пакет. У меня такого нет, а у вас есть. Спасибо большое. Вам большое спасибо. Еще раз наши поздравления. Давайте узнавать, откуда вы к нам приехали. Какой город? Я из Иркутской области, из БАМа, скажем так, северо-байкальск. Это север Байкала. Вот проездом заехал в Москву и привез с собой сюда супругу. Как романтично получилось. Итак, поселок Стрелка. Вот всегда я задаю вопрос, кто приобретает здесь дома. Почему выбор именно здесь, между Темриком и Анапой? Вот чем этот район вам приглянулся? Меньше суеты курортной, скажем так. Когда в прошлом году мы приехали, планировали в районе Гостогаевской, но все равно очень много отдыхающих. Близость Анапы, она накладывает какой-то оттенок суеты. Хотелось на пенсии больше спокойствия, скажем так. Посоветовали нам связаться с менеджером. Менеджер был как раз здесь, на Стрелке. И мы приехали, поговорили, прошлись, посмотрели. И нам понравилось место. Причем здесь арбузы за забором. Арбузы, да. Потому что вот именно Стрелка, это такой, знаете, арбузный рай. То есть я уверен, что там в сентябре месяце уже следующего года вы тут можете прям раз и по блату арбузик себе какой-нибудь тут прям договориться взять. Самый вкусный, самый сладкий. Нас уже угостили. Летом мы в Тритниковке забрали со своего огорода. Они сюда заползли. Они сами пришли. Они с нами, росли у нас на огороде. Смотри, как практично вы пристроились, да? Да. Слово «Стрелка» очень притянуло, потому что встреча, она как бы, ну, это что-то личное. Символично. Да, лично символично. Такой вопрос. Когда происходила сделка при этом дома? Было ли волнение по качеству, по отделке, по работам? Очень волнительно было. Мы на расстоянии, на большом были от дома. Один раз только видели, когда еще были только стены. Мы уже приехали в такой дворец. Нам очень все понравилось. И я бы сказала, 99,9% все супер. То есть без преувеличения. Все качественно, все по совести, как для себя. Ну, не могу я ничего другого добавить. Вот этот 1%, мы его, естественно, будем искать. Однодесятый процент, это просто уже своими руками вносится в любой дом. Мы сегодня буквально только зашли в него. Еще рассматриваем, еще пытаемся какие-то вещи сюда занести, расставить. Ну, пока еще ничего нет, будем расставлять. Да, стулья для гостей уже готовы. Ну, вот мы первые гости, получается. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Я обратил внимание, я у вас не вижу ни одного радиатора. Отопление не вывели еще или в чем проблема? Нет, такого не могло быть. Мы решили, так как здесь достаточно теплый климат, мы решили отказаться от радиаторов и увеличили площадь теплого пола. То есть мы сейчас стоим на теплом полу. А я сразу захожу, думая, что не так, чего-то не хватает. На заметку стоит взять, теплый пол во всей квартире, его хватает. То есть сейчас на улице примерно 0 градусов и уже минус 1, снег порывается, кстати. Сегодня мы его привезли. Мы привезли. Мы выезжали из Москвы, был очень сильный снегопад. По колено просто. Я понял, откуда ноги растут. Очень хорошее решение, теплый пол во всей квартире. Таким образом можно обратить внимание, что у нас стены прям идеально ровно. Любую мебель можно ставить, куда угодно, да, и ничего, ничего мешать не будет. Мы для этого старались. Совершенно, ребята, вот для прибыли. Пять с плюсом. Спасибо. Михаил, вот это решение я вижу впервые. Панорамное окно. С чем это связано? Ну, лично меня это впечатлило. Откуда эта идея вообще возникла? Это давняя мечта Татьяны, супруги. Она всегда хотела иметь окно в пол. И когда нам сказали, что мы можем внести какие-то свои элементы по изменению конструкции чего-то. Пять с помощью совершенно бесплатно. Только изменяя форму, можно делать все. И это было первое, что мы придумали. Окно в пол. Это даже такого, мне кажется, объем дает, такой 3D прям еще дополнительная в комнате. Потому что напротив будет еще стоять стол обеденный. То есть это как обеденная зона. А здесь стена цветов будет. Вот это мне интересно. Татьяна, теперь вот с вами. Как вы видите свою будущую кухню и как она будет располагаться? Потому что интересное решение кухни, окно. Пройдемте, посмотрим. Пойдем. Расскажите нам. Окно подразумевалось для того, чтобы было видно улицу. Потому что смотреть и наслаждаться, что там происходит. И быть в курсе всех событий. Это для женщины самое важное. Здесь будет раковина, кран и различные кухонные. Вот таким образом выстроиться сами столы. То есть весь периметр займет? Весь периметр, да. Холодильник и все. То есть это будет мой угол для моей жизни. Михаил, а у вас угол-то будет для вашей жизни? Мы с Татьяной разношались. Вот самый главный угол, почему мы сюда котел вынесли. И здесь у нас будет как бы входная зона, два пенала по краям. Интересно. Холодильная стойка, здесь обогревательная. Котел впоследствии, возможно, мы заменим на газовый. И ввод газа, я почему подумал, что лучше сбоку завести, чем с фронта. Вот чисто практически. Нет, это хороший подход. И мне вот, обращая внимание, в нашей компании «Свук Гарантанапа» очень много розеток на кухне. Вам не кажется ли, что их достаточно или хотелось бы еще больше? Чем больше розеток, тем больше приборов. Приборов достаточно. Кофеварки, тостеры, чайники, всевозможные там, я не знаю, мультиварки. Да, этим всем мы пользуемся интенсивно. Поэтому, чтобы не было вот этих всех тройников, удлинителей, решили все-таки сделать побольше розеток. Есть выход из спальной комнаты на террасу. И в спальной комнате вы что-то применили. Пойдемте посмотрим. Какие дизайнерские решения здесь приняты для уюта? Вот что это? Это спальня. Вот. Акцентная стена над кроватью. Нам показалось, это будет интересно. Листики, напоминающие... Болотцы. Мне напоминает этот джунгль. Почему? Как кому? Как нравится. Я как джунгль себя здесь чувствую. Мы когда зашли в ваш дом первый раз, мы снимали обзор. Мы уже у вас были. Я себя почувствовал здесь как джунгль. И вот это комбинирование, конечно, очень классно. Понравилось. Нам очень приятно. А это кто у вас? Это у нас наш личный домовой. Он перевезен из старого дома, там, где теперь нас нет. Это его венечек. На нем он приехал. Это традиция наша. А, это ваш хранитель. Наш хранитель, то весьма... Мы его занесли вместо котика, который обычно заносится. Так я правильно понимаю? Он с вами путешествует? Да. Безусловно. Куда мы туда ехали? Ребят, это достаточно здорово. Ну что ж, от нас лично еще раз наше поздравление. Спасибо, что выбрали строй Гарантанапа, что выбрали стрелку. Рады вас видеть. Мы к вам обязательно приедем, потому что мне нравится приезжать уже, когда познакомились, когда обустроитесь. Мы обязательно чай будем пить. Обязательно. Будем на связи. Ребят, хорошего вам обустройства. Летом все здесь будет красиво. Зелено, арбузы, тыквы, вы уже все это знаете. Да. Так что нехватки в витаминах не будет. Не будет. Все. До свидания. Еще раз большое спасибо. Спасибо. А выйду я, с вашего позволения, таким необычным, креативным образом через спальную комнату, потому что это достаточно классно, когда в спальне выход на террасу, на свежий воздух. Ребят, вы большие молодцы. Нам только на решение очень понравилось, потому что это круто. У Татьяны Михаила еще много планов, что можно построить на своем земельном участке. Планируют и пристройку сделать, облагородить ее немножечко террасу. Конечно, мы это еще увидим, когда они это сделают. Ну что ж, дорогие друзья, мы видим, что жилой комплекс встречный развивается, растет, появляются новые жильцы. Есть дома свободной продажи. Следите за нашими эфирами. Я отмечу, что мы работаем со всеми видами сертификатов. У нас полное юридическое сопровождение. Так что мы идем всегда вам навстречу. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть вопросы, звоните нашим менеджерам. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.